Всем привет! Как вам картинка? Да, я об этой картинке, которую вы сейчас видите. Лично я скажу, что у нее отличное качество и похвалю камеру, на которую мы снимаем. У нее хорошая оптика, матрица, но есть части пазла, без которых все это может работать вот так. Или вот так, например. Да, я говорю об автофокусе и стабилизации, которые являются неотъемлемой частью любой хорошей камеры, в том числе и мобильной. В этом видео я расскажу, как модули смартфонов фокусируются и стабилизируют тряску, а также, как им удается делать зум и боке. Самым важным из перечисленного является автофокус. С него и начну. В больших камерах фокусировка происходит за счет перемещения линз внутри объектива. Это может быть как в ручном режиме, так и в автоматическом. В первой части видео о мобильных камерах мы выяснили, что в маленьких модулях тоже используется оптическая система из линз. И для фокусировки они также, как и их большие аналоги, перемещаются внутри объектива. Можете представить, какая микроскопическая подстройка происходит. Более того, некоторые мобильные камеры поддерживают ручную фокусировку, где вы сами вместо автоматики наводитесь на объект. Но в основном все же автоматика решает, как настроить линзы. Это быстрее и удобнее. Как же это происходит? Одним из самых распространенных методов является контрастный автофокус. Например, вы хотите сфотографировать дорожный знак. Камера сделает несколько перемещений линзы, определит контраст между краями этого объекта и фоном, после чего настроится на резкость. Конечно, у такого метода много недостатков. Может попасться сложная сцена со слабым контрастом между объектами, или же просто эти самые объекты будут активно перемещаться. В этом случае линзы долго гуляют туда-сюда и никак не могут понять, что от них хотят. Думаю, все когда-то с таким встречались. Второй распространенный вид фокусировки более продвинутый, называется фазовый. Он тоже в том или ином виде используется большинством современных мобильных камер. В этом случае в процессе фокусировки участвуют специальные датчики, расположенные по краям матрицы. Они анализируют раздвоенное изображение объекта и настраивают линзы так, чтобы две проекции собрались в четкую картинку. С данной системой не нужно гонять оптику туда-обратно, как при поиске контраста. Поэтому фокусировка происходит быстрее. И так зависимо от движений объекта и в общем работает точнее. Некоторые производители пошли дальше и оснастили такими датчиками каждый пиксель, что повысило эффективность и скорость фазовой фокусировки. Технологию назвали Dual Pixel. Думаю, слышали о ней. И теперь знаете, как она работает. Идем дальше. Оптическая стабилизация. Это еще один пунктик, который обязательно ищут в характеристиках, когда хотят хорошую камеру. Она не только значительно улучшает видео, сглаживая дрожание рук, но и положительно влияет на качество фото. Особенно это проявляется при слабом освещении, когда автоматика берет более длинную выдержку, чтобы собрать побольше света. На смартфонах без оптической стабилизации в этом случае может выйти смазанный снимок. А там, где стаб есть, все будет четко. Да еще и с меньшим количеством шума из-за меньшего значения ISO. Особых премудрости в работе стабилизации нет. Опираясь на показания датчиков, оптика физически перемещается, чтобы компенсировать тряску. Внешнюю свободу объектива тоже видно. Он гуляет при нажатии, тогда как без стаба жестко фиксирован. Суммируя информацию из первой части видео с новыми фактами о фокусировке и стабилизации, еще раз поражаешься, какая же сложная система находится внутри маленькой камеры смартфона. Причем каждый год от нее требует все большего и большего, и чтобы при этом смартфон не превращался во что-то такое. В таких условиях развитие камер пошло по пути добавления дополнительных модулей и новых функций. В первую очередь зума и портретной съемки. Учитывая все вышесказанное, думаю, интереснее всего узнать, как работает так называемый оптический зум, который, в отличие от цифрового, почти не приводит к потере качества. И как вообще удается приблизить картинку, если нужная для этого оптика просто не поместилась бы в корпус смартфона. Если не вспоминать про редкие исключения, то работает это очень просто. Никакого зума как такового не происходит. На самом деле, активируя в приложении камеры X2, вы просто переключаетесь на второй модуль, телевик. По сути, это такая же камера, как и основная, только с другими линзами и характеристиками, в частности, фокусным расстоянием. Если взять для примера iPhone X, то у его основной камеры эквивалентное фокусное расстояние составляет 28 мм, а у телевика 52 мм. У последней меньше светосила, угол обзора. Зато она позволяет делать так называемый зум. А вот если сделать фокусное расстояние в 13 мм, то получим обратный эффект. Сверхширик с углом обзора 120 градусов. Вот так это и работает. Съемка с боке, это по большому счету тоже имитация. Конечно, если мы не говорим о макросъемке, где модулям хватает характеристик, чтобы честно размывать фон. В остальных случаях размытие программное, потому что в смартфоны просто физически не влезает такая матрица, открытая диафрагма и длиннофокусный объектив, как у больших камер. Для создания эффекта смартфон измеряет глубину сцены с помощью отдельного модуля или того же телевика, отделяет главный объект и программно мылит фон. Некоторые смартфоны справляются вообще с одной основной камерой, исключительно за счет ПО. Вот с помощью таких ухищрений индустрия мобильных камер и получила новый толчок. И судя по тому, что сейчас происходит на рынке, модули и дальше будут развиваться в этом направлении. То есть наращивать количество. А мы за счет этого получим улучшение качества фотографий, видео и новые функции. И все это в таком компактном форм-факторе. Пишите, верите ли вы в такое будущее и в то, что скоро даже бюджетные смартфоны станут настоящими фото-видеокомбайнами с кучей камер? Я вот думаю, что так и будет. И как минимум три модуля с зумом, шириком и боке в ближайшее время станут такими же доступными, как и широкоформатные экраны. Если вам было интересно и видео понравилось, то дайте знать лайком и подпиской. Будем чаще делать такой формат. Также смотрите первую часть видео о камерах, если вдруг пропустили. И наши уроки мобильной фотографии. Вот тут, например, наш постоянный эксперт Саша Лепота рассказывает, как годно снять рассвет даже на старый смартфон со слабым модулем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok